Продолжение следует... Которые приближают нас к пониманию того, как это работает и зачем. Или же все-таки немножко повозиться с тем, что я бы назвал Linux Way. Кстати сказать, Linux Way и Unix Way это немножко разные вещи, но в нашем случае это off topic, потому что про Unix Way надо еще объяснять. Возможно в конце будет разговор. Идея в чем? Идея вообще вот этого куска, который я планирую на ближайшие несколько лекций. Плохо слышно? Чуть громче, пожалуйста. Не слышно у вас? Unix.ru Unix.ru Так вот, общая идея стоит в следующем. Что у нас есть некоторая задача, под которую почему-то в народе известно единственное решение. Ну то есть, ну не знаю, там раз твоя графика, фотошоп, да? Старушка проценчится, топор. Ну то есть, ну вот такие какие-то вещи, которые, ну, безальтернативные. Вот. На самом деле безальтернативная вещь это подгонка задачу даже не под решение, а под инструмент решения, что в общем неправильно. В действительности все должно быть строго наоборот. Вы сначала формулируете задачу, потом выстраиваете несколько вариантов ее решения, таких вот, ну, приблизительных. Потом смотрите, под какие решения есть инструменты. Вот. И довольно типичный пример этого, такому, значит, такому противоречию, это как раз раз твоя графика. Ну, бог бы с ней, мы про нее поговорим чуть позже. Но тоже хороший типичный пример на текстовый процесс. Значит, надеюсь, что долго объяснять здесь присутствующим тем текстовый процессор отличается от текстового редактора не надо. Вот. Но для проформы я все-таки скажу, да? Просто вот чтобы было, чтобы за это записалось. Когда речь идет о тексте, какому бы то ни было тексте, тексте, который мы себе представляем как нечто содержательное. Эти самые тексты могут быть, условно говоря, двух видов. Тексты, собственно, на том языке, на котором они тексты. И это тексты, так сказать, плоские. То есть они содержат в себе исключительно содержательную часть, исключительно то, про что они. Эти самые тексты. Ну, например, ну, не знаю там. Например, вот сейчас я вам покажу. Где-то надо какую-нибудь спустить консольку, наверное. Вот. Вот. Ой. Не так я сделал. Хорошо, что команда не найдет. Вот плоский текст. Плоский текст, который состоит из каких-то букв, вот. И каких-то еще символов, возможно, ну, как бы неотображаемых. Ну, вроде перевода строки. Обратите внимание вот на это. Вот. Это не значит, что плоский текст может быть настолько не структурирован, насколько мы это видим. Вовсе нет. Если мы, допустим, рассмотрим какой-нибудь HTML в виде плоского текста, то мы увидим... Вот он тут раскрашенный. Понятное дело, что никаких синеньких букв и красненьких букв не бывает. Вот это вам, пожалуйста, тоже вполне себе текст, содержащий внутреннюю разметку, но в плоском виде. То есть в виде, когда мы видим все символы, из которых он состоит. И тут мы начинаем понимать, чем плоский текст отличается от размеченного. Плоский текст содержит только то, про что он. Размеченный текст еще содержит то, как он. Да? То есть идея стоит в том, что вот это вот конкретно... Покажись. Верните сюда. Вот этот конкретный кусок текста, да? Он помимо того, что содержит буквы, он еще и содержит описание того, как именно эти буквы, как именно эти символы должны быть представлены. Отрендерены. Да? Вот. И когда мы смотрим на этот текст и видим вообще все символы, из которых состоит он, то это называется текст плоский. А когда часть из этих символов... Итак, когда мы смотрим на этот текст и видим, из чего он состоит, это называется плоский текст. Если мы видим, что он состоит не только из содержательной части, но и из описания того, как это должно рендериться, это называется размеченный текст. И, наконец, когда мы видим этот размеченный текст уже в отрендеренном виде, это значит, что текст размеченный отображен. Так вот, текстовые процессоры отличаются от текстовых редакторов ровно тем, что они работают с размеченными текстами. И более того, как-то интерпретируют вот эту разметку для того, чтобы нам было удобнее с ней работать. В результате получается, какая штука? Если бы мы работали исключительно с плоским текстом, вот как здесь, или как, например, в случае программирования, когда мы пишем программу, мы работаем с плоским текстом. Задача обработки плоского текста представляется, в общем, достаточно интересной, но вполне себе такой, ну что ли, обозримой. Ну, делим тексты на слова, как-то интерпретируем слова, возможно, текст структурирован, в котором есть какие-то скобочки, скобочки можно отметить, ну, типичная такая раскраска, вот как мы это увидели только что. Когда же мы работаем с текстом размеченным, то то, как именно это представление должно происходить, и как должна происходить работа, очень сильно зависит от того, собственно, что за язык разметки мы используем. Ну, вот, например, мы сейчас видели HTML. Вот. В действительности все еще интереснее. Если мы работаем со сложными документами, да, с теми, которые требуют разметки, то у нас есть как минимум три точки, где вот эти языки, которые встречаются, будут разными. И это формат хранения, то есть полная информация о том, каков наш текст от начала до конца. И это формат представления обработки, то есть, скажем так, в формате хранения, например, могут быть гиперссылки. Потому что вот там картинка. В формате обработки гиперссылок не может быть. Нам эту картинку надо обрабатывать. Вот. Зато в формате обработки может не быть, например, ну, не знаю, каких-то условий хранения, атрибутов файлов, вот этого всего. Да, мы собираем из того, во что у нас хранится наш размеченный текст, собираем нечто, что, во-первых, будет у нас отображаться, во-вторых, оно будет обрабатываться, когда мы запустим текстовый процессор, который будет отоживать. Вот. Ну и, наконец, формат вывода, он же формат рендеринга. И это, собственно, как из того, что мы сделали, сделать картинку. И, опять-таки, в этом случае у нас будет происходить большая потеря данных. Возможно, мы вообще сделаем картинку. И там даже про то, что в тексте были какие-то буквы, символы, мы не узнаем. Вот. Вообще говоря, ни формат хранения, ни формат представления, ни тем более формат вывода не обязан быть текстом вообще. Но так уж повелось, и до какой-то степени это разумно, что текстовый формат, неважно чего, представление, какой бы то ни было из этих статей, удобнее, потому что глазами поглядеть можно. То есть, допустим, ну, не знаю, возьмем такой вот самый известный из свободных текстовых процессоров, это офисный пакет Libreus. Вот. Прям такой фельдиперсовый сайтик со всеми пирожками крутится вниз, ездит. Уйди против. Да? Давайте его лучше запу... Он тут вообще стоит. Да, он тут стоит. Ну, не знаю. Вон, запустим текстовый процессор. Там прям так и написано. Что-то тут уже редактировали. Там так и написано. Текстовый процессор. Да? И не что-то же сумняшимся, сделаем, ну, не знаю, там, ну, не знаю, что-нибудь, какой-нибудь, какой-нибудь, какой-нибудь текст напишем. Вот. и, ну, что-нибудь такое с ним сделано. Не важно, что. Это, в общем, не самая, не самая важная наша часть. Вот. Что-нибудь вот такое. Орбоботки. Орбоботки. Ой. Как видите, как видите, текстовый процессор умеет не только обработки. Вот. Умеет не только позволяет нам не только что-то делать с самим размещенным текстом, но еще и обладает каким-то дополнительным функциям. Там, может проверять синтакс, еще что-нибудь. Короче, много чего делать. Ну и вообще современные тексты документа не только текст. Туда можно вставлять мультимедиа, можно какие-то элементы управления вставлять и так дальше, и так дальше. На самом деле все это приводит к тому, что образуется на диске все равно размеченный текст. Я не очень хочу рассказывать про, извините, LibreOffice, просто потому, что это такая штука, с которой все знакомы. Вот. Это с одной стороны. Действительно, не очень хочу. А с другой стороны, я бы хотел заметить одну очень странную странную вещь. Вот. Ну, например, смотрите, я взял, скопировал какой-то размеченный текст сюда и вижу явные неполадки. Смотрите, у нас список какой-то не такой. Почему он не такой? А кто ж его знает? Та разметка, которую я скопировал, которую я не видел, да, тот размеченный текст, который попал вот сюда, явно был несимметричный по отношению к первой строке списка. Видите, да, там расстояние другое. Что здесь не так? Да кто ж его знает, что здесь не так? Мы это не увидим, пока не превратим этот текст в плоский и не посмотрим сами символы разметки. Да? сейчас мы можем только догадываться, почему у нас такая картина. Вот. И это, собственно, главный недостаток любых визелик-средств, то есть средств, которые показывают вам, показывают вам, скажем так, показывают вам результат работы, показывают уже отрендеренный и размеченный текст. Чем это заканчивается? Это заканчивается черной магией. Мы сейчас будем применять черную магию, чтобы попытаться... Окей. Понимаете, да? Вот. То есть, в результате мы делаем непонятно что, да? Вот. Теперь вроде хорошо. Что мы сделали? Да кто ж его знает? Вот. Второе, и на самом деле тоже немаловажное. Когда вы работаете с вот такого рода визелик-средствами, вообще говоря, это не отменяет вашу грамотность как верстальщик. Ну, назовите мне типичный и очень-очень-очень досталучий способ верстать, ну, допустим, таблицу. Ну, наступу с помощью пробелов, конечно. Все видели такое? Вот. А это же, ну, как бы даже не вершина айсберга, это так самое-самое и самое его кончено. Того, чего обычно люди делают так, как не надо. Как правило, люди, задачи которых по-быстрому набросать и напечатать текст, не заморачиваются там стилями, еще чем-то. А кончается все тем, что у них так и остается вот такой стиль работы, и потом им очень трудно сделать грамотный документ. Обратное тоже верно. Люди, у которых есть некоторое знание о том, как грамотно верстать, они могут верстать и в Варде. Правда. Правда, можно верстать в Варде, если знать как. Знать, что должно получиться и чего нельзя делать. Вот. печаль состоит в том, что я не видел ни одной книжки ни по Леброфису, ни по Варду, где написано как грамотный верст. Вообще ни одной. Возможно, я плохо искал. Если вы найдете, будет вам честь и хвала, потому что это очень важно. Все делают так, а потом все плачут по улице. Вот. Продолжать жрать картош. Это первое. Это, вернее, это второе. И это второе. Третье. Давайте мы его сохраним. И давайте мы таки узнаем, узнаем. Вот. И давайте мы таки узнаем, что там произошло. Что же там за размеченный текст внутри? Кстати, как его... Как его сохранил-то? А, он documents в английскими буквами, по-моему, сохранился. Точно, без имени он назывался. Очень хорошо. Ой, боже мой. Так, а вы уверены, что это размеченный текст? Вы уверены, что это какие-то абракадабры, в которые иногда возникают вот такие штуки? Что-то мне это не нравится. Окей, давайте спросим Linux. Linux? Это что за файл? Нет, говорит OpenDocumentText. Окей, значит, то есть Linux знает, что это OpenDocumentText. Хорошо, может быть, кто-нибудь из здесь присутствующих знает тайну удт-файлов. Какого они типа, на самом деле? Кто знает? Неправда, это zip-архив. Это zip-архив. Смотрите. Все намного проще. Упс. И вот все эти файлы, все эти файлы текстовые, кроме, разумеется, вот этой картиночки. Я гарантирую это. Вот. Давайте попробуем. Прямо его тут распакуем. Вот. Тут есть много каталогов, в которых ничего нет. Это, видимо, какие-то дополнительные настройки. Вот. Тут есть, собственно, самый главный файл, видимо, это контент. Сейчас расскажу. Тут, ну-ка, 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 текст. Да тех же. Во-о-о-о. Нет, еще не все. Вон он. О, вот это место, где наш был текст. Вот, видите, формат хранения, формат представления. Вот это контент, вот этот наш заголовок. А все остальное, это разметка, которой бесконечно много. Сейчас вот так сделаем. О, так же красивше, правда? Вот это хорошо видно сразу. Обратите внимание, что вполне знакомая штука, да? Это XML. Это XML. Extended Markup Language. Это такой формат разметки, который можно дополнять своими собственными расширениями разметки. Вот. Собственно, именно поэтому долгое время исключительно на базе этого формата делались всякие кастомные форматы размеченных текстов. Вот. Тут прямо описано, видите, из каких кусочков он состоит. Какие стандарты, какие стандарты включаются, какие XML-намспейсы включаются в описание. Ну вот. Кстати сказать, вот это знание мне несколько раз помогало, потому что при импорте из Microsoft Office тут приезжают какие-то странные шрифты, которых, в общем, нигде нету. Вот. Какие-нибудь иногда бывают. И их приходится менять. Вот если их поменять пальцами, потом обратно запаковать, все начинает работать. Такое дело. Теперь... А вот здесь, вот там, вот так? Передавайте картинку или пальцами в LibreOffice? Нет, в LibreOffice же, там понятно, что в LibreOffice вы все это можете поменять. Да? Вы можете открыть текстовый процессор и поменять шрифт. Но если у вас таких сегментов, ну, допустим, 400, то лучше сделать так, как я. Вот. Значит, относительно Microsoft Office долгое время формат Microsoft Office был таким жеваным бинарным блобом, который в себе еще и мусор из памяти это самое содержал. Но в какой-то момент, когда, собственно, выяснилось, что LibreOffice начинает сильно раскручиваться и уже является ISO-стандартом, в Microsoft тоже зашевелились и теперешний, вот тот, который на X кончается, там, docx, pptx, это тоже zip-архив с XML. Вот. Вот. Для пущей мутности этот формат еще называется Office OpenXML, чтобы путать с LibreOffice, OpenOffice и всеми делами. Вот. Его спецификация занимает примерно в 20 раз больше, чем спецификация вот этой формата, уж не знаю, по какой причине. Но, тем не менее, да, тем не менее, вардовый документ сейчас тоже представляет собой зим-архию. Такие дела. Ну, так вот, вот это контент, это был контент, мета, это мета информация о файле, манифест, это описание файла, его заголовок, сеттинг, это настройки, ну, остался это стиль, который импортируется вместе с документом, который потом можно применять. Короче говоря, мы, опять-таки, имеем дело не с одним размеченным текстом, а с целым каталогом размеченных текстов, но, тем не менее, это именно они. Вот. Еще они и Human Riddle. Такие дела. Значит, касаемо недостатков, недостатков этой схемы, ну, смотрите, главный недостаток, мы только что, вот, прямо пронаблюдали, то есть, главное достоинство этой схемы, это очень быстрая схема. Мы взяли, выделили один размеченный текст и засунули его. То есть, задача набросать, распечатать и забыть, решается с помощью Vizivic процессоров, просто, даже не на раз, а в два раза быстрее. Главный недостаток, мы его только что видели, когда работали с этими списками. Если у нас происходит какой-то косяк, поскольку мы видим не сам размеченный текст, да, перед нами не плоский текст, а уже отрендерный, текст уже отображенный, мы должны только догадываться о том, что там происходит внутри. И иногда мы не можем это сделать. Двадцать. Точно так же, когда у нас есть достаточно большой документ и в нем что-то начинает ехать не так, да, как правило, единственный хороший способ это открыть новый, все туда скопировать и понадеяться на то, что там все само собой починится. Потому что вот пытаться разобраться, почему в этом месте перевод, как бы, отступ не такой, как надо, хотя вроде все показывает, что он такой, довольно тяжело. Причем это свойство не конкретно там одного конкретного текстового процессора, это свойство любого подхода в виде визи-вик, потому что они слишком сложные. Да, я уже говорил. Да, ну так вот, давайте мы посмотрим на какой-нибудь другой типичный текстовый процессор. Вот. Совсем другой. Так, а это мы закроем. Давайте, ну, как бы, вообразим в себя альтернативный подход. Значит, в чем должен состоять альтернативный подход? Альтернативный подход должен состоять в том, что мы, наоборот, будем работать исключительно с размеченным текстом в виде плоского, то есть, в виде всю разметку, и каждый раз, когда мы хотим добавить какой-то элемент разметки, мы это делаем прямо руками. Никаких, никакого доверия, значит, отображалки и показывалки. Значит, сначала мы планируем наш текст от начала до конца размеченный, после чего мы его рендерим и смотрим, как получилось. Вот. И, собственно, лотех, это как раз такая штука, которая позволяет нам так делать. фактически команда текст на лотехе выглядит, как, собственно, ваш контент густо-густо обмазанный командами разметки, но не в таком виде, в котором мы видели, скажем, LibreOffice, где команд разметки было в несколько раз, в десятки раз больше, чем контента. А скорее наоборот, у вас в основном контент, ну и всякий раз, когда вам нужно что-то хитрое в этом контенте сделать, вы к нему добавляете какую-то разметку. Ну, давайте сразу посмотрим на примеры, да? Нет, давайте сначала не смотреть на примеры. Итак, утверждение номер раз. Размеченный текст содержит команды разметки и, собственно, контент текста. Утверждение номер два конкретно про лотех. Когда Дональд Кнут, ну, точнее, тех, когда Дональд Кнут создавал систему тех, он изучал, по-моему, года два собственное издательское дело. Как происходит набор, как работают наборщики, вот те самые с вот этими чугунными литерами со всеми делами, да? И как работают верстальщики, которые, значит, вот формируют полосу документа. Вот. Соответственно, лотех, ну, тех, лотех это чуть более высоковая штука, и слава богу, тех воспроизводят от начала до конца весь технический процесс набора и верстки в том виде и в той терминологии, которая привычна для наборщиков, работающих, ну, с металлом. Вот. Там есть линейки, там есть эти самые, как они называются, которые посередине вставляются. Там есть литеры, там есть клей, ну, клей, в смысле стяжки. Короче говоря, человек не стал выдумывать новую предметную область, а воспроизвел достаточно астроумно имеющиеся. Вот. И в этом, собственно, отличие тех от других, большинства других текстовых процессоров, про которые мы тоже немножко поговорим впереди. Вот. А вот теперь, собственно, пример, да, давайте мы... Давайте мы его распакуем куда-нибудь. Не-не, не сюда. Вот куда-нибудь сюда. Ну, чё, латех экземплс, да? Там ла аппапа, да? Вот куда-нибудь сюда. Вот. Как выглядит... Как выглядит программа на латехе? В смысле, текст на латехе. Куда там? В документы, да? Зря я сделал потоколог, он и так был. Ну, давайте какой-нибудь простой, хиллворд какой-нибудь. Cut, хиллворд, точка, тихо. Как видите, здесь соотношение примерно тоже 1 к 10. Вот это у нас... Вот это у нас контент. Всё остальное у нас команды, даже не разметки, а... Судя по тому, что мы видим определение того, собственно, как будет этот контент рендериться, да? Мы говорим, какого класса документ, мы говорим, какой по умолчанию размер шрифта в пунктах, мы говорим, какой размер бумаги, на которой мы будем это печатать. Что вот это такое, я даже не знаю. Не знаю. Можно посмотреть. Потом посмотрим. Мы указываем кодировку, которую мы будем использовать, мы указываем, какие языковые особенности мы должны в нашем тексте задействовать. Это, кстати, тоже важно. Сегодня я про это немножко расскажу. и всякие дополнительные параметры, сообразно которым будет происходить верстка этого документа. Что при этом это значит? Это значит, что определяя вот этот, ну, определяя текст, размеченный в латехе, мы задаем не только то, не только те слова, из которых он будет состоять. И, что важно, не то, как это будет выглядеть, а то, какую роль эти куски текста играют внутри текста. Самый типичный пример отличия семантической разметки от синтаксической, это понятие жирный и эмфазис. То есть, вот у вас, с одной стороны, есть понятие выделения, выделенный текст, с другой стороны, есть понятие текст, набранный полужирным шрифтом. Вот полужирный шрифт, это синтаксическая разметка. Мы говорим, что этот шрифт будет толстый. Выделение, это семантическая разметка. Мы говорим, что этот текст должен выделяться на фоне предыдущего. И, например, если предыдущий был жирный, то этот должен быть нет. То же самое относится к очень многим, очень-очень многим вещам, когда вы планируете свой текст. Вы можете поступать, как, грубо говоря, в старом HTML и говорить жирный, наклонный, перевод строки, там, отступ, все. Или вы можете описывать свой текст на более высоком уровне, говоря, что это абзац. Как форматируется абзац? Зависит от стиля вашего пакета. Это эмфазис, выделение. Как форматируется выделение? Зависит от стиля вашего пакета и от конкретной ситуации, среди чего это выделение происходит. Это, допустим, отступ. Вернее, даже не так, отступа там просто нет. Это таблица, как форматируется и так дальше. Вот. В этом смысле как раз LATCH наиболее продвинутый из инструментов, потому что, собственно говоря, он воспроизводит процесс верстки так, как это видят верстальщики и, стало быть, то, что делают верстальщики, имеет соответствующий команд. Вот. Мы с вами видим формат, скажем так, обработки. Он же совпадает со форматом хранения, потому что это не надо хранить ни в каких базах данных. Но вот, допустим, формат представления будет уже другой. Давайте обработаем это дело. Как он там назывался? хиллуворд. Вот. Вот происходит обработка нашего исходного файла. Причем, обратите внимание, он задействовал те самые стилевые пакеты, которые мы повключали, и некоторые другие. Он немножко поформатировал нам шрифтов. метафонт. Сгенерировал из них настоящий. И на основании всего вот этого сформировал файл уже в формате представления. Супер. Вот. Красивая невозможность. Обратите внимание вот на что. Что когда происходил рендеринг, то есть мы превращали... А, кстати, смотрите, какая версия. Ну, Кнут как бы каждый раз, когда выпускает следующую версию, просто добавляет сюда еще одну цифру. Вот. И у него еще есть там какое-то правило с какой-то периодичностью он это делает. Ну, он же совсем старенький. Ну, так вот. Значит... Да, смотрите, какая версия латеха. То есть... А это что было за версию? А это версия метафонта и теха. То есть версия теха совпадают с числом еда какого-то знака, а версия латеха с числом пида какого-то знака. Правда, люди, видите, мы сдались и все-таки прилепили к ним настоящую версию нашу. Вот. Значит... Да. Так вот, обратите внимание на то, что когда происходит создание, рендеринг документа, то есть создание того, что будет отображаться, мы принимаем во внимание, например, свойства того... той рисовалки, на которой будет происходить рисование. Какое у нее, допустим, DPI, какое у нее... Как это называется? Господи, разрешение. И на основании этого мы должны исходные шрифты превратить в уже отрендеренные с правильным размером. Вот. Поэтому вот происходит такая штука, что когда мы меняем параметры внешнего устройства, нам придется по-новому обрабатывать шрифты. Вот это, собственно, формирование из векторных шрифтов отрендеренных растов. Такие дела. Давайте посмотрим более сложный пример. Ну, допустим, какой-то... Тут их два. HelloWord. Нет, наоборот, курс. Курс. Точка тех. Вот это уже такой вполне себе пример. Пример, да? В нем есть, ну, преамбла. Вот. В нем есть разные... Это что-то типа план курсовой, да? Вот. В нем есть разные форматы и размеры. Вот это список, например. Вот это комментарий. Так у нас походу. Вот. Это ссылка. на правильную страницу. Причем, обратите внимание, это ссылка на правильную страницу, где реальная правильная страница берется из документа. Вот отсюда. Вот. Это вот формула, например. Ну, в общем, в общем, текст вполне читаемый. Более того, как правило, как правило, то, что мы в нем читаем, особенно, если мы уже привыкли к таким вещам, привыкли читать ладьяховские тексты, а нам говорит о многом, например, что вот этот вот новый раздел начался, да? Это, например, фербатим. Это значит, что у нас там вот эта штука не форматируется. Вот. Ну, вернее, форматируется, как видится. Вот. Давайте посмотрим, ну, не знаю, как это выглядит с расцветкой синтакиса. Вот, пожалуйста, да? Вполне, вполне читаемая штука, которую можно самому написать, и, собственно, так и люди и делают. Вот. Ну, давайте ее, что ли, во что-нибудь превратим. Так, там есть какая-то какая-то картинка. Там есть вставка картинки, да? Где? Include graphics. Какой-то кедр. Сейчас давайте посмотрим, какого формата этот кедр. Он PDF. Значит, надо обрабатывать не латехом. Латех сейчас скажет ошибку. Кстати. Ну, да, PDF тех нажим. Ну, давайте сначала так посмотрим, посмотрим, что получится. Ну, вот он, видите, математические шрифты там обрабатывает. О! И тут он говорит, слушайте, я не нашел файл под названием кедр. Расскажите, что это за кедр такой? Вот это вот ошибка. Мы сейчас увидим, он сверстает нам документ. Вот. Он сверстает нам документ, но в нем не будет картинки пресловутой. Курс. Да, не кедр, а курс. Вот. Ну, кстати, смотрите, довольно прилично все это выглядит. Вот вам список. Вот. Вот вам заголовок, в смысле раздел под раздел. Вот так лучше видно. Раздел под раздел. Вот. Вот наша формула. Корни квадратного уравнения. Обратите внимание, что верстка формулы происходит не по тем же правилам, по которым происходит верстка обычного текста. То есть, когда вы верстаете формулу, там совсем другие механизмы работают. И латех, пожалуй, лучший из известных мне текстовых процессоров по части именно отображения формул. То есть, ну, считается, ну, как бы, плохим тоном хорошую математическую статью делать не в латехе. А вот картинки действительно нету. Да. А давайте мы, как было сказано, PDF латех запустим. PDF. О, обратите внимание, что нам уже не понадобилось, нам уже не понадобилось, это самое, перегенерировать шрифты, потому что мы уже это все сделали. Вот. Единственное, что, поскольку PDF латех генерирует PDF в конце концов, то вот эта вот вставка PDF-ного файла, кстати, давайте на него посмотрим. На этот PDF-ный файл. Он же должен как-то выглядеть. Кедр PDF. О, ну, кедр. Окей. Ну, давайте теперь посмотрим на то, что нам сгенерировал курс. Ух ты! Ну вот, смотрите. Вот он. Во, во. И ссылки заработали, обратите внимание. В разделе 2, на странице 1. Да? Значит, чем вот такого рода текстовый процессор лучше, чем Визвиговский? В первую очередь, он нам напоминает программирование. То есть, когда мы работаем с таким текстом, мы фактически пишем проект мы фактически пишем проект нашего нашего текста. Вот. И как бы полностью его контролируем. Да? То есть, мы видим перед глазами всю информацию. Мы как бы задаем все, что мы хотим от него. Вот. Второй бонус состоит в том, что будучи слегка программой, такой размеченный текст содержит в себе переменные ссылки вперед и вообще такие штуки, которые вручную мы бы расставляли вручную. Вот. Вот здесь вот ссылка на что-то, что будет где-то потом, причем мы даже не знаем на какой странице. Потому что а вдруг мы вставим еще одну страницу лишнюю. А потом где-то там вот сама эта ссылка вот она. И если внезапно эта ссылка уедет в другой раздел или на другую страницу, то вот эти вещи отрендерятся так, как надо. Здесь поставится другой раздел, а здесь поставится другая страница. Ну, давайте, господи, давайте вставим секцию просто. Напишем тут что-нибудь типа неописание документов. И вместо секции 2 у нас в результатившем документе будет секция 3 как бы бабки не хозяин. Ой! Что не так? Что я сделал неправильно? А, может быть... секунду, дуба. Нет, я, кажется, знаю, что я сделал неправильно. Да. Есть одна маленькая штука, связанная с латехом. Ссылки это штука двухпроходная. Вот. Я сейчас не помню точно механизм, в учебниках все это написано, я просто забыл. Смотрите, вы первый раз проходите по тексту и ищите ссылки, второй раз походите по тексту и удовлетворяете эти ссылки. Поскольку я запустил только один раз, он воспользовался старым файлом со ссылками. Сейчас покажу его. Вот. Вот это вот. Ссылки. Вот. Правильный способ либо просто тупо запустить два раза, потому что, как видите, второй раз очень быстрый. Первый раз все рендерится, а второй раз мы просто пересобираем. Либо запустить его с каким-то параметром, который соберет вот этот AUX-файл и перезапустит снова. Но обычно просто два раза запускаешь и все хорошо. Вот. Вот я ступил слегка. Время, не так, не ступил, это такая подробность. Если бы у меня было время, я бы, конечно, показал, насколько много всего можно напихать в латексовский документ. То есть, там можно диаграммы, графики, трехмерные диаграммы, какие-то волшебные таблицы. Значит, ну, давайте я лучше схожу по ссылочке. Вот сюда. Вот. Это портал, на котором хранятся всевозможные дополнения для теха. Вот. И он говорит, что у нас 5577 пакетов содержится, живых, работающих, от 2500 коммитеров. И более того, что где-то было написано, что за сегодня штук 200 приехало. Или 20, я не помню. Вот. Примерно, не за сегодня, за последний месяц примерно 100 обновлений. Вот. При том, что этому проекту ну сколько лет? Много. С конца 80-х годов сейчас. То есть, он очень живой, там постоянно что-то происходит. Значит, блок-схемы, диаграммы, эти самые, фло-чарты, какой-нибудь, ну вот сейчас, где-то тут я видел, если вот так сделать. Во. Ярата лист. Ой. Логик-пруф. То есть, понимаете, да, логические выражения, то есть, так, логический вывод, это он же. Ой, застрял, он показывает рекламу одного и того же. Вот. Логический вывод, оформленный, оформленный, да, в виде вот этих самых коробочек, да, кто еще. Это какой-то волшебный шрифт. Ну, короче, пожалуйста, блок-схемы, UML-диаграммы, а вот тут, тут был прекрасный, фонд-шрифт для, ну и так дальше, да, это можно бесконечно, там 5000 пакетов, мы до конца никогда не дойдем. Вот. Все это можно оформлять в виде размеченного текста непосредственно, который будет рендериться во что-нибудь красивое. Вот. Вот. Как к этому приступать? Рекомендуется, рекомендуется, ну, во-первых, есть классический учебник, львовский, набор версток в системе ЛАТЕХ. Вот. А? Столяров странненький, да, есть Столяров. Я сам могу сказать, что можно. Столяров, ну, скажем так, Столяров неплох, у него это, как самому сваять курсовую, кажется, так называется. Вот. Но я, ну, как бы я ему делал много замечаний именно по части грамотности оформления. Вот. Ну, немного, не буду врать, но были замечания. То есть, текст Столярова ровно про то, про то, как быстро сделать курсовую. Вот. Ровно про это. Вот. Ну, здрасте. Здравствуй, интернет. Значит, Львовский. Львовский – это настоящий учебник. То есть, его прям читаешь. Это не справочник. Там все очень аккуратно расписано. Я его хочу открыть, потому что там свободно, такая волшебная, совершенно свободная лицензия от автора. Я вот очень люблю ее показывать. Вот. Боли, новый учебник. Учебник Балдина. Он прямо в виде пакета содержится на цитане, ну, вот там вот, куда мы сейчас заходили. Ну, давайте уже, интернеты. Ну, что? Господи, мегабайт. И вот эта вот книжка мне недавно найденная Воронцов. Это как раз справочник, причем справочник, который содержит очень много коротких рекомендаций по тому, как грамотно и как неграмотно дзяваться. Как правильно использовать апострофы, как правильно апострофы, как правильно использовать кавычки, какие тиры правильные, какие неправильные, какие отцены правильные, какие неправильные, где, ну, короче говоря, много замечаний о русской типографике, много замечаний о типографике вообще. Хорошая книжка. Вот. Вот. Лицензия. Такие дела. Лично Львовкин написаны от руки. А вот эта книжка Балдина, более свежая, у него там чуть ли не 12-го года есть, 12-го года, то есть это реально свежа, учитывая то, что проект реально матерый и изменяется только по краям, там внутри все такое, со времен кнута живое. Ну не знаю, давайте Воронцова посмотрим, вдруг он скачается. Можно вопрос? Да, конечно. Зарубежные стандарты, размеры сильно отличаются? Да, зарубежные, значит, грубо говоря, есть англосаксонская типографика и немецкая типографика, еще немножко есть французская, но кажется, кажется нет. Что? Да, это экзотика. Значит, у нас принята немецкая типографика, в большинстве случаев, когда вы работаете с литературой англоязычной, там принята английская типографика. Вот. И там реально довольно много отличий. Я вот как раз поэтому хотел Воронцова открыть, потому что тут вот на этот счет прямо очень-очень много всякого. Ну, вот сейчас найдем. То есть, если, например, какую-то научную работу набирать, то есть, смысл вам это смотреть по графику? О, смысл по-английски. Да? Да, конечно. Конечно. У меня есть смысл пользоваться... С целевыми пакетами, соответственно. Да, да, да. Как правило, как правило, в редакции выдают, ну, шаблон. Вот. В общем, вот видите, как он устроен, значит, справочник этот самый Воронцова. Прям коротко, да? Как делать, как получается, как делать, как получается. Справочник. И такой справочник на 50 страницах, мелкий. Вот. Вот вам, пожалуйста, кстати, пример, как график рисовать. Прям рисовать. А, нет. Извините. Соврал. Паскриптный файл вставляет. Ну, короче. Вот. И это, на самом деле, ничтожная капля в море. Да, да. Вот как ставить удаление. Какие символы бывают? Все символы бывают. Короче. Смотрите обряд. Читайте, и вам откроется. Вот. Мне просто пора, наверное, потихонечку двигаться дальше, хотя я, кажется, чуть быстрее, чем надоеду. Значит, какие основные достоинства такого подхода, особенно именно Латеховского? Первое. Как правило, этим занимаются люди, которые очень хорошо себе представляют, что должно получиться в результате. То есть, вот точно так же, как Кнут там годами изучал издательское дело, прежде чем затеял вот эту штуку. Люди, которые там делают вам графический пакет, они не просто так его сделали, они им пользуются сами и как бы сделали именно потому, что, ну, потому что, ну, без него было тяжело. Второе. Второе. Как уже было... Нет, еще не было сказано. Ты на питоне говорил. Все пакеты здесь распространяются под свободной лицензией. Вот все пять тысяч штук. Типа ты его устанавливаешь и работаешь с ним. Все. Да? Значит, никаких с тебя не потребуют волшебных вещей за то, что им пользуются. Третье. Скорее всего, те извращения, которые вы хотите задумать над вашим текстом, чтобы они случились и у вас получился вот текст в нужной степени извращенный, давным-давно уже реализованы. То есть, вашей фантазии не хватит, чтобы пересилить вот эти пять с половиной тысяч пакетов. Вот. Так что поищите, и я думаю, что как бы без должного опыта степень вашей фантазии, как моей, например, да, не распространится дальше там некоторого количества всем известных расширений. Хотя вот у меня тут была задача, была задача, что там мы делали? Графы, графы, графы рисовать. Оказывается, рисовать просто графы настоятельно. Есть пакет. А есть пакет. Единственное, единственное, что выяснилось, что он, ему нужен луотех, то есть там еще скрипт на лу это дело обрабатывает. Вот. А у луотех проблемы с фортификацией. Но я эти проблемы решил. В общем, если кому интересно, обращайтесь. Вот. Поищите другой. Есть. Надо просто поискать. Да, да, да. Вот. Надо просто поискать. Ну, скажем так. Вот когда я встретился с ситуацией, что… Ну, значит, проблема какая с фортификацией? Чтобы было понятно, да, что не все так супер радужно. Поскольку проект техпо создавался еще, значит, в 80-е годы… Не сказать 70-е. Не помню. Надо посмотреть. Понятное дело, что тогда никакого Unicode просто не было. Его там не было. У Кнута своя собственная универсальная кодировка, которая такая наборная. Там Т2, что ли называется, или Т1, как-то так. Соответственно, по умолчанию вся кодировка именно это самый Т1. Если вы говорите, что у вас, вот как здесь, как здесь… Если вы говорите вот так вот, да, что у вас входная кодировка УТФ8, это всего лишь означает, что мы берем входную кодировку УТФ8 и преобразуем ее в пресловутый Т2. Вот. Это, соответственно… А когда вы запускаете скрипт на том же ЛОО, вот в Луотехе, он, конечно, работает с УТФ8. И там вот начинается. В принципе, разработано… Наверное, все стоит показать для тех, кому это интересно. А, здесь, может быть, и нету, кстати. Здесь, может, не стоит на этом компе. Короче говоря, обращайтесь ко мне, я знаю ответ. Разработана уже система русификации для полностью УТФ8 теховских документов, где нет никакой промежуточной кодировки этой самой. Она чуть более сложная, потому что вам нужно вручную указывать те шрифты, которые вы будете использовать. Вот. Но, в остальном, она, в общем, приемлема и работает. И у меня все получилось, вот, после, там, пары часов гугления и… 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 и вот. Еще одно достоинство… Еще одно достоинство… Еще одно достоинство документа на техе состоит в том, что вы, например, можете скачать шаблон, как в точности должна выглядеть, ну, не знаю, курсовая работа. Или… гостированный документ по такому-то стандарту. Вставить в этот шаблон свои какие-то, значит, слова… Вот. Какие-то слова. А все остальное останется абсолютно без изменений. В отличие от ситуации, когда у вас визивид, когда вы там что-то где-то вставили парагов, что-то где-то отметили, фига, вся разметка поехала и куда… и как ее обратно въехать уже не очевидно. Да? Там где-то страница отъехала, где-то там шапка, где-то еще чего-то. Да? Здесь, поскольку никаких скрытых полей нету, да, тут все, что вы пишете, оно потом переоформляется в соответствии с соответствующим стандартом. Опять же, обращайтесь ко мне, я в процессе своих исследований нарыл человека, который прямо делает целый пакет шаблонов для того, чтобы делать гостированные документы, прямо гостированные, гостированные по самой немало. Такие дела. Латех. Да, там есть и, как бы, собственное рисование, есть playstrix, вот пресловутый, который мы видели, это как раз пакет для рисования кривых, вот, произвольных. Латех. Надо сказать, что понятие размеченного текста, вот в том виде, в котором мы пронаблюдали это в латехе, это понятие довольно старое. да. То есть, ему столько же лет, сколько операционной системе Unix, да. Согласно легенде, Кенс с Деннисом работали над системой документирования. Да. Да. Когда им захотелось, ну, что такое документирование, ты жиёшь файл и жиёшь обратно, жиёшь и жиёшь обратно. Вот. И вроде как Деннис в это время хотел играть в свою любимую игру, вот, которая называлась Super Star Trek, вот. Но по копирайтным соображениям в истории её переименовали в Star Travel, чтобы, значит, не было претензий со стороны. Да. Ну, так вот. Им пришлось изобрести разделение времени. Пока вот это документирование работает, ты там в уголку, параллельно, значит, играешь свой стартер. Так, примерно с тех пор, примерно с тех пор идёт формат тех самых стандартных MAN-страниц, которые мы можем увидеть в нашем Linux, вот, когда мы им пользуемся. Да. Выглядит это вот так, но на самом деле это уже отрендеренный текст. В действительности текст лежит вот где-то тут, сейчас давайте посмотрим. MAN1 MAN.1xz. Только его надо распаковать, потому что он запакованный, да? Закрат. Ну, хорошо. Чё, xz. Во. Вот. Вот вам, пожалуйста, давайте мы его посмотрим вот от начала до конца, как это выглядит. Вот вам, пожалуйста, такой очень-очень old style, прям такой один из первых, один из первых форматов размещенных текстов. Заголовок. название, значит, это T, header, то есть главный, этот самый, top header. Section header. Name. Описание. Маленькие, маленькие разметки, чтобы минус считался минусом. Section header. Synopsis. Описание. Bolt. B. Bolt. Man. R, B. Значит, regular, bolt. Вот это regular, вот это bolt. И, R. Italic, regular. Italic, regular. Обратите внимание, что это синтактическая и несематическая размер. Мы прямо говорим, italic, regular, italic, regular. Вот. Ну и дальше, дальше дело идет примерно так же. Потом мы это дело обрабатываем. Не помню как. Ну, можно, можно обработать вот так, сказать ему просто man. О, и получаем на выходе вот такую картину. Ну, тут у меня есть еще один пример такой документации. Это вот сейчас. Документация по объекту, который называется baby. А куда он сохранился? В загрузке где-нибудь, да? Дыды. А, вот он. Ну, вот. Вот это все комментарии. Да, вот это все комментарии. Вот это заголовок. Это заголовок секции. Это синопсис. Ну, в общем, в общем, как обычно все. Такой реальный пример. Вот. Какой-то, какой-то документации. Давайте почитаем ее, что ли. Man. Ой. Мне кажется, это инструкция по тому, как сделать ребенка. Две опции. Пол и имя. От двух родителей. Пример. Да. Ошибки. Сиг-чайлд. Команда Слип не всегда работает. Часто дампед кору. Джо, бэйби. То есть, если я ребенок спросил этот хуй, будем сидеть. Вот, можно манологу дать. Конечно. Вот, пожалуйста. Да, да, да. Обратите внимание, секция Сиолса. Почему-то сигар, дамп и край. Почему сигар? Я не знаю. Такие дела. Кстати, мы про это поговорим, на самом деле, да? В свою очередь. Про то, что... Как устроена система помощь. Окей. Значит, что еще часто встречается из таких различных текстов, тоже довольно древних. Вот вам, пожалуйста, еще один довольно древний текст. Вернее, довольно древний формат. Так называемый тех-инфо. Тех-инфо – это изобретение уже, как я понимаю, проекта ГНУ. То есть, таких вот хакеров чуть более позднего формата, чем ребята, которые делали Юникс. Вернее. И это уже такой довольно развесистый... Вот вам пример тех-инфо документа. Довольно развесистый язык разметки, который одновременно подразумевает, что из него можно сделать и книжку напечатанную, и, допустим, гипертекст. Вот. Ой, слушайте, я знаете, что забыл сказать? Я очень люблю это рассказывать, забыл сказать. Вот я говорю «манман», и у меня есть два вида текста – жирный и курсив. Знаете, как происходит этот рендеринг, на самом деле? Эх, не вспомню сейчас. А, ща, 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 «манман». О! Ох, нет. Ща. Ща, 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 ща ща, ща ща ща, ща 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 щ Ладно, давайте тогда отложим Мы будем еще говорить про маны Значит, там Это такая чисто смешная легоси Дело в том, что в действительности Когда мы форматируем это Вот, у нас Жирный шрифт Это просто двойной удар Напиши машинки У нас буква, дальше Backspace, снова буква А подчеркивание, это буква Backspace и подчеркивание Вот, то есть вот эта буква Например, превратится в Backspace, а вот эта буква Следующая, превратится в Backspace, подчеркивание Ну да ладно Да, значит, итак Вот этот формат info Простите, отвлекся, не получилось Вот этот формат info Разработан как раз Тусовка под названием Gnu Для того, чтобы делать в достаточной степени Универсальный документ То есть вы можете делать книжку печатную Вы можете делать, допустим Гипертекст, который можно смотреть браузером Вы можете сделать статью Вот, вы можете сделать документацию Соответственно, тут много всяких команд Типа include Типа, значит, узел отдельный для просмотра Ну и, соответственно, инструмент, который смотрит Ой, нет, вот здесь Инструмент, который смотрит info Называется info Как нетрудно догадаться Вот И тут вот, видите, как раз Можно просматривать Залезть куда-нибудь там Да, вот менюшка Залезть в менюшку Залезть в какой-нибудь И дальше читать документацию Уже по соответствующему По соответствующему разделу При этом О, пролетели на следующий При этом В действительности Все эти файлы Выглядят опять-таки Как файл формата В виде размеченного текста Ну, давайте посмотрим И уже пойдем дальше Ну, не знаю там Что мы смотрели Какой-нибудь join, да? Нет join Ну, z-show Ой Он, по-моему, уже размеченный Или что? Или я что-то не понял Он, похоже, уже отформатированный Да? Неправильно посмотрел Ну, бог бы с ним Давайте А Давайте не заморачиваться Давайте все-таки Вернемся к основному Основному посылу На самом деле он такой и есть Это Техинфо файл такой Вот И это, кстати, тоже довольно забавно Смотрите Вот этот универсальный исходник Который имеет формат Техинфо Может быть преобразован в разное И вот то, что мы смотрим Это уже отрендерный текст Вот Вот почему мы не видим Все это безобразие Зачем рендерить в процессе? Мы можем отрендерить Сделать гипертекстовый документ И смотреть его с помощью программ Ну, чтобы, значит, немножко отойти От того, что было еще там 20-30 лет назад В более современной технологии Примерно с теми же целями В сегодняшнем мире Используется формат Под названием Докбук Докбук Это все тот же XML Скорее всего Ну, или SGML Как более древний язык Меркат Язык разметки Про который Определены Правила Как его расширять Для того, чтобы делать Свои собственные языки разметки Да? Если XML Это такой инструмент То Докбук Это уже такой набор Стандартов Которые Которые его Описывают Вот видите И дальше И дальше мы говорим Вот таким способом Примерно наша книжка Ну, вот Должна быть размечена Я видел довольно много По крайней мере В начале Нулевых годов Довольно много людей Которые в середине новых годов Которые как раз Пользуюсь Докбуком В качестве базового формата Потому что Ну, понятно На XML можно написать что угодно А писать что угодно Лишь бы у тебя был Конвертер Который имеет этот По конверту Я сегодня тоже немножко расскажу Вот Интересно ходить по этой ссылке Или нет Не буду Докбук Некоторый недостаток Докбука И вообще Всего XML ориентированно Состоит в том Что файл на XML Читать тяжело Вот То есть Это здесь Мы так вот увидели Ну Довольно красивое дело Да Но в принципе XML файл Как правило Состоит из большого количества Мета информации Из большого количества Того Что занимается Собственно разметкой И малого количества контента Мы это видели Кстати Когда смотрели на Когда смотрели на На этот самый Вот на этот На безымнюю ДТ Да Нет А где же он лежал А Может быть здесь О Да Вот тут Да Вот вам недостаток XML Да Это все разметка Где там Где там в ней находится Контент Руками это не сделаешь Это Не человек Писаемый документ Он может быть Человекочитаемый То есть Вы можете найти там Чего хотите Но написать такой документ Вы не сможете То есть XML-бэзит Языки разметки Вообще говорят До роботов Вот И только вот Какой-то Где-то в самом начале Вы сами задаете Этот профиль Дальше идут Робот 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 Окей На самом деле Мы сейчас Поступили не очень правильно Прям в разрез С тем Что я заявил В самом начале Линз Что сначала Надо ставить задачу А потом Только подыскать Инструменты Решения Если внимательно Поглядеть на те инструменты Которые мы проглядели Уже Мы увидим Что они решают На самом деле Очень разные задачи Визи-вик инструмент Как правило Решает задачу Быстрой подготовки Более-менее Престойного текста И его там Допустим Печати Или отсылки Кому-то Кто его посмотрит И распечатан Да И в этом смысле Какой-нибудь Либерой Все это конечно Хорошая штука Да Допустим Латех И вообще Текстовые процессоры Которые работают С Хорошо размеченными Документами Да Там Это Инструмент подготовки Сложных И сверхсложных Документов В которых Невозможно Не запутаться Если они будут Если вы не увидите Если вы не будете Контролировать все Или сложных И сверхсложных Или Очень специфичных Ну или там Достаточно специфичных Чтобы допустим В том же Латехе Среди этих Пяти тысяч пакетов Был правильный Пакет Который делает Решает вашу задачу А допустим В том же Либеройфе Просто не был Хотя Я видел В своей жизни Довольно много людей Которые Ничтоже сумняшися Даже для того Чтобы написать Там Десять абзацев Все равно Открывают Латех У них есть формочка В которую они вбивают Уже готовый шаблон В который они вбивают Этот текст Им очень легко Правда Но если у вас Все это на пальцах Какая вам разница Вот Кроме того Есть пакет Который называется Ликс Я его правда Не ставил сюда Это Видивик редактор Для тех Вот он выполняет Тоже задачу Что ли Да Наваять на техе Что-то По-быстрому Если ты ничего Не понимаешь В разметке Ничего Небудь Вот Кстати сказать После изучения тех А точнее после чтения Книжки Львовского Конкретно Я стал намного лучше Работать в Либрофисе Намного Прям вот Всем рекомендую Даже если вы не хотите Изучать платьев Все равно Прочтите эту книжку Правда Ну вот Но на самом деле Мы упустили Целый класс задач Который Для современности Вполне себе Актуален Это задача Не просто Быстрого набора Вполне Престойного текста Но еще и быстро Его публикация И тут внезапно Мы вообще Говорим о том Что нам не нужен Текстовый процессор Как таковой Более того Если задача Быстро набрать И быстро опубликовать текст То То Те инструменты Те Скажем так Те возможности Разметки Которые мы Захотим От публикового текста Можно перечислить Буквально по пальцам Ну там Десятка-два их будет То есть Пальцев вам хватит На ногах Точно надо задействовать Вот И мы приходим К Совершенно другой идеи К идеи Во-первых Того что должен быть сайт Сайт А во-вторых Что этот сайт Должен Содержать в себе Не развесистый Значит Текстовый процессор А какой-то Очень упрощенный синтекс Который будет Быстро рендриться И превращаться Во что-то разумное Вот Идея вики сайтов Которая в свое время Зародилась Как Вот Как раз такая Да Породила целую кучу Подобного рода форматов Самый известный сейчас Это медиавики На котором Википедия Сделала Но в принципе Их много Не менее известный Скажем Формат Markdown Который сейчас Используется В большинстве Хостингов Скажем На гитхабе На каком-нибудь Да Вы пишете Не просто Readme файл А Readme файл В формате Markdown Он фигак И форматируется Красиво Вот Не менее известный Формат Текстайл Вот Чуть менее известный Формат Рестракшир Текст И формат Вот конкретно Мойна Почему Пойнт Потому что Сайт На котором Мы сейчас работаем Он написан Это мой Да И вот Все Вот это На самом деле Это викиразметка Показывает А Ну тут Есть и кнопочка Показать Я специальную кнопочку Вот Вот наш сайт Вот это то Что я сегодня Ну там За 20 минут Включаю Думание над этим Сделал Вот так Это выглядит В формате Викиразметки Вот так Это выглядит После того Как это Тринент Ссылки работают В чем Отличие от предыдущего Во-первых В публикации Во-вторых Что мы Вообще говоря Встраиваемся В некоторый В некоторый Гипертекст Да У нас должны работать ссылки У нас вполне возможно Будут несколько страниц Которые ссылаются Друг на друга И мы хотим Их сделать несколько Мы не зря так делаем Да Мы хотим Чтобы у нас Ну допустим Вот как на На сайте Как у нас на сайте Да У нас был Страничка С лекциями И ссылками На сами лекции Да То есть Фактически Задача другая Вот Задача другая Вообще говоря Если исключить Из этого Идею сайта То ничего не поменяется Потому что Идея подготовить Документ В очень быстром Формате разметки Прямо Вжик-вжик-вжик-вжик Быстро-быстро Его сконвертировать Во что-нибудь И быстро-быстро Это что-нибудь Куда-нибудь положить Или там Распечатать Или чего-то еще Эта идея В общем Она не нова И например У того же Маркдауна Есть оффлайн В смысле Есть форматировщики Которые не привязаны К сайту Вы можете просто Написать текст На маркдауне Потом Вжук Сделать из него Не знаю HTML Это распечататься Открыть бразер Или распечататься Или там Сделать из него Не знаю PDF Это распечататься Один из Наиболее Таких Наиболее Таких Ну не знаю Приближенных Именно к этому Механизмов Это проект Аскидок Вот Как видите Все тоже похоже На Вики-разметку Вот Но он Такой Немножко пафосный Он там Прям Есть прям Целые команды Которые пишут На этом Скидоке Вот Видите Вот он Прям Вот Здесь я Опускаю Огромный Класс Штук Которые Называются Системы Документирования Хотя В общем Они тоже Нам подходят Ну не знаю Какой-нибудь Этот Питоний Как его зовут Зовут Сфинкс Да Исходник В этом Самый В Маркдауне Кажется Боюсь соврать Вот Результат HTML Ну вот Именно 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 Эти самые Именно Аскидоке Видите У них Какой Какой Выходные Форматы Их HTML И Докбук И pdf Что хотите Можете писать В аскидоке Генерить Докбук И этот Докбук Отдавать На Пережевывание Какому-то Текстовому Процессору Который Работает С XML И там Что-то Дальше С этим Докбуком Делать Робот Такое Дело Давайте Сделаем Наоборот Есть Обратная Задача У вас Есть Сайт Но Вам Не Хочется Чтобы Там Было Редактирование Размеченного Текста Руками Вам Хочется Чтобы Там Был Визивик Редактор Такая Штука Тоже Есть И Не Одна Ну Мне Наиболее Известна Это ЦК Едитор У этого ЦК Едитора Забавная История В именовании Его Придумал Какой-то Латиноамериканец Вот Изначально Которого Звали Фредерик Что-то Такое Кальвин Ну Короче Инициалы У него Были ФЦК И раньше Он назывался ФЦК Едитор Довольно Долго Пока Человек Видимо К нему Не пришел Кто-то Сознанием Английского И не Рассказал Что Читается Выглядит Это вот так Так На секундочку Да И это еще Маленькое Это еще Маленькое Менюшка У Полноцик Едитора Тут вот Четыре Таких Строки Всякой Всякой Ерундистики Вот Кто видел Кто видел Кто работал С Moodle Узнает Интерфейс Мoodle Вот К табличке Можно вставить Я делал Несколько Подходов К тому Чтобы К тому Чтобы Пользоваться Этим Вместо Текстового Редактора Но На самом деле Это не так Все просто Понятное дело Что Вы можете Отлично Написать Назал Скрипте Вот такую Прекрасную Программу Вопрос в том Куда вы будете Девать этот Контент Как его Обмазать Ну не знаю Сохранялкой Файлов Например Я честно Не представляю Это какой-то Надо делать Веб сервер Специально Еще чего-то Ну короче Я потыкал В это Потыкал Порадовался И в общем Единственное место Где я этим пользуюсь Это модуль В который Встроена Вот такая штука Вот Что? А что Node.js Ну конечно Только надо Вот 100-500 модулей Проимпортировать Node.js Конечно Ну вот Ну вот Ну в общем В общем Такие дела Значит Проект этот Довольно пафосный Если вы делаете Сайтик Хотите туда Вставить текстовый редактор И вот Скай Вам в помощь На самом деле Очень много Я Все время Исследовал Кстати сказать Как он там Зим Вики Для того Чтобы Для того Чтобы использовать Вики Движок Совершенно Не обязательно Иметь сайт Если вам Нравится Работать Вообще Если у вас В голове Вот такое Клиповое мышление У вас Страничка Ссылается на страничку Ссылается на страничку И вот таким образом Организуете Свои знания Совершенно Не обязательно Разворачивать Целый сайтик Для этого Вот есть Зим Вики Который Это умеет Сейчас Вам его покажу Вот Это значит Текст Это ваша заметка Вот А это завтрашняя заметка Не надо Это лишнее Вот Можно Можно Смотрите Можно Где-то тут Было Редактировать Прямо HTML Не HTML Кстати Я не знаю В каком А формате Ой Не вижу Я этим пользоваться Не очень умею Сразу скажу Но Штука Довольно Забавная Сейчас Мне удавалось Это сделать Секунду Ставить ссылку Я просто Перетащил Вот эту штуку Вот сюда И она Зарвила Теперь ссылка На завтра На журнальчик Сейчас А как же Как же я Это самое Как же я тут Умудрялся Умудрялся Это редактировать Как Ну и А во Редактировать Восходный текст Ну да Надо только Надо только Выберить редактор Который Который Будет редактировать Восходный текст Ой О Та-та-ра-ра Вики Разметка Прямо вот Разметка Разметка Как таковая То есть Если хотите Редактировать И так Хотите Редактировать И сяк Вот Таким образом Вы можете Организовывать Организовывать Всякие странички Да И ссылаться на них Такие дела Вот То есть Совершенно не обязательно Иметь сайтик Да Если у вас вообще В принципе Мышление устроено Вот так По сети Да Вы хотите Упорядочиться И знать Таким образом Вот вам Землики В руки Я видел людей Которые очень Эффективно этим Пользуются И очень неэффективно Пытаются объяснить И к окружающим Что это они Такое тут Заструктурировали То есть Я такие вещи Понять не могу Вот Но они могут Такие дела Сейчас Где мой Где мой сайтик Вот мой сайтик Я А ну давайте Нет Есть совершенно Отдельная тема Это проект Пандок Потому что Сейчас вы увидите Почему Потому что Это проект По конвертированию Всех текстовых Размеченных форматов Во все Я не верил В то Что он Такой Но он Такой Да Да Вот Значит Помимо Форматов Представления Перечисленных Сверху У него Есть несколько Выходных Форматов Он умеет Генерировать Епаб Умеет Генерировать Фикшнбук Умеет Генерировать Что там Еще Ну короче Все он умеет Вообще PDF Ну правда Через злотех Видите Умеет Все Все эти Самые Я кстати Про земвики Вспомнил Когда досюда Дошел Готовился Сегодня Вспомнил Что есть земвики Такой прекрасный Так бы не вспомнил Про него А они помнят А это какая-то Нет Он сам умеет Но это какой-то Адский проект На Рубе Что ли Написанный На Рубе Раби Раби Видали Какое Ж Ж Вот Поверпоинт Короче вот Каждый раз Когда я на это смотрю Я не верю своим глазам Но я видел людей Которые этим пользуются Причем очень эффективно Систему документа оборота Строит на это То есть документация Раутрип у них работает Ну видимо да Видимо да Ну вот Не могу показать Как этим пользоваться Потому что сам в жизни Это никогда не трог Так Собственно Сегодняшний рассказ Почти весь Давайте вы Позадавайте у меня вопросов Вопросов А потом я расскажу О том Чего я не рассказал еще Ну вернее О чем я явно умолчал Потому что это целая Отдельная тема Вопросы Что прям никаких Тогда мораль Для начала Да Значит смотрите Не надо Все гвозди Забивать одним и тем же микроскопом У нас есть много задач Под каждую из них Вообще говоря Есть удобные решения И иногда бывает так Что люди Как бы Привыкают использовать Неудобные инструменты Для неудобного способа решения Задач Которые на самом деле Вот Да да Был бы Был бы Как бы Делать легко Вот Типичный пример Вам нужно сгенерировать документ Ваша программа Должна сгенерировать документ Как вы поступите Будете генерировать Ну что Док Ага Ага Вот Вот понимаете Да То есть Возможно 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 Варианты Но самый простой способ Сгенерировать какую-нибудь Простенькую текстовую ерунду И быстренько ее сконвертить Вот Я по крайней мере В свое время делал так Окей Теперь собственно Пару слов Относительно того Чего я не сказал Мы сейчас говорили Про инструменты Про текстовые процессоры Которые Едят Уже размеченный текст И что-то с ним делают Да Но они условно говоря Двух видов Визивик Это когда вам показывается Отрендерный текст А вы как бы С ним работаете И У вас постоянный Такой Проброс информации От то что вы видите What you see is what you get К тому что лежит На самом деле В формате хранения Вот И То что я назвал Вот таким смешным Сочетанием Визивик What you want is what you get То есть если вы что-то написали Допустим на лотехе Наверное вы этого хотели Если у вас получилась ошибка Ну наверное Ну Похотите лучше Наверное вы плохо сформулили То что вы хотели Вот То есть когда вы пишете План текста А потом выясняется Что он не совсем такой Как надо Скорее всего Вы просто Не до конца Хорошо понимаете Чего хотите Но мы совершенно Не говорили о том Как С этими самыми Плоскими текстами То есть вернее С текстами в плоском формате Когда вся расметка видна Как с ними работать Непосредственно Да Вот я тут Запускал редактор Вим например Прилюдно Не побоясь этого Собственно Мы вообще не поговорили Про текстовый редактор Да Я их использовал Но говорил о другом Вот Поэтому Эта тема у нас остается Не факт Что она на целых Два часа Вот Такая тема Потому что текстовый редактор Это все-таки Ну давай специфическая штука Может быть мы ее объединим Скажем С системами разработки А может быть Мы ее объединим С системами обработки С тем Как обрабатывать текстом Ну допустим Пакет Да С каким-то регулярным выражением Вот в эту сторону Будем смотреть Но это кстати разумно Потому что тот же Вим и регулярное выражение Вот это все Ну вот И последнее Что хотелось сказать сегодня Это особенно для тех Кто пришел Типа познакомиться с Linux Да Обратите внимание Что рассказ Про собственные приложеньки Как таковые По-быстрому Закончился Где-то вот здесь То есть Да В Linux системе У вас будет инструмент Который вы запускаете Запускаете Дальше Делаете что-то И получаете Какой-то результат И останавливаете Но пресловутый Загадочный Linux О котором я пытался Говорить Состоит в том Что Еще большее количество Инструментов Позволяет вам Все вот эти Этапы этого процесса Разделять Сначала вы делаете проект Потом на основании Этого проекта Вы делаете что-то Потом это смотрите Возвращаетесь к проекту Смотрите При этом Сами инструменты Будут наборные Текстовый редактор Отдельно Допустим Транслятор Из формата Представления Из формата Обработки Формат представления Отдельно А допустим Подготовка Печатного Документа Еще отдельно Вас И вам понадобится Командная строка Мне она понадобилась В какой-то момент Нам придется Поговорить именно про нее Когда мы поймем Что без нее никак Вот Пока что Как бы Вот Такие примеры Все На этот раз Кажется совсем все Если какие-то вопросы Остались Задавайте Тогда всем спасибо